Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкарии на канале 360 Ангарск. С вами Ольга Волошина. Об опасности гриппа, который перестали воспринимать как серьезное заболевание на фоне пандемии коронавируса, напомнили специалисты. А ведь он является опасным вирусом-респираторным заболеванием с высокой смертностью и не менее тяжелыми осложнениями, чем у COVID-19. В частности, для него также характерны тяжелые пневмонии. Ежегодно в России во время обычного гриппа в период подъема заболеваемости умирают тысячи людей, в основном хроники, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек. Эксперты отмечают, грипп не протекает бессимптомно, поэтому заболевший человек заражает меньше людей, так как своевременно отправляется на самоизоляцию. А вот инфицированный коронавирусом может не знать о своей болезни. При этом среди смертей от COVID-19 уже зафиксированы случаи, осложненные гриппом. По словам специалистов, от него есть надежная прививка, однако делать ее нужно каждый год, так как вирус постоянно меняется и лекарство не дает продолжительного иммунитета. Также медики напомнили, с этой среды вступило в силу постановление Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме в стране. Медики уверены, только такими мерами можно остановить быстрое распространение коронавируса. Однако не исключено, что если этот шаг не даст результатов, власти могут ввести дополнительные противоэпидемические меры. Пока же все должны носить маски не только в транспорте, но и в местах общего пользования. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости, 360 Ангарск. Пандемия коронавируса внесла изменения и в подачу налоговых деклараций. В этом году сроки изменились, а саму процедуру можно осуществить онлайн. Как это сделать, узнаете в следующем материале. Каждый год по весне миллионы россиян должны отчитываться о своих доходах. Так предписывает налоговый кодекс. Однако в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по устойчивому развитию экономики, эту процедуру отсрочили. Крайний срок для уплаты налога в разных субъектах страны отличается, но в любом случае не позднее 31 декабря года, идущего за отчетным периодом. Это значит, что налог за 2019 год нужно заплатить не позднее, чем закончится 2020. Заполнить декларацию можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц онлайн». Ее можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Там же этот налог можно сразу и заплатить. Причем не только за себя, но и за любого другого налогоплательщика, даже не родственника. В обязательном порядке декларацию должны подать предприниматели, граждане, получающие доходы из-за пределов страны, а также те люди, которые получили доходы от продажи собственного имущества. Инспекторы вправе оштрафовать, если вовремя не представить налоговую декларацию на новом бланке. Размер штрафа 5% от неуплаченной суммы налога. Это штраф за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф 30% от суммы налога минимальный – 1000 рублей. Альберт Домнин. При содействии НТС. Новости 360. Ангарск. Сокращение числа путешествий по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туротрасли за последние 8 месяцев текущего года убытки в 730 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на Всемирную туристическую организацию ООН сообщает Авторадио. Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму. В 2019 число граждан, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 миллиарда. Этот показатель на 4% выше уровня позапрошлого года. Прием граждан по вопросам представления государственных услуг в госавтоинспекции в ближайшее время будут вести с использованием систем электронной очереди или в порядке живой очереди. Это связано с техническими сбоями между ведомственной информационной системой и единым порталом. Из-за технических неполадок подать заявки и необходимые документы на регистрацию авто, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднительно. Пока специалисты пытаются восстановить механизм взаимодействия, как только проблему устранят, предварительная запись на получение госуслуг через единый портал вновь станет доступной. Информацию об окончании работ правоохранители обещают сообщить дополнительно. До этого в ГИБДД советуют непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение и записываться на прием в порядке электронной или живой очереди. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием будут вести с соблюдением всех мер безопасности. С данными об изменении режимов работы РЭО ГИБДД можно ознакомиться на региональной странице официального сайта автоинспекции. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости, 360 Ангарск. Практически ежедневно жители Прибайкалья становятся жертвами телефонных мошенников. Правоохранители вновь напоминают, при малейших подозрениях необходимо прекратить разговор. Предлагаем посмотреть небольшой ролик. Я не рассылаю смс о блокировке счета и не спрашиваю номер карты и код безопасности. А я никогда не заказываю продукты либо напитки у граждан, а также мне не нужно пополнять баланс мобильного телефона. Сообщать диагноз по телефону и брать деньги за редкие препараты – это не про нас. Никогда не требую отблагодарить проверяющих или оплатить налог за приобретенные вами некачественные медицинские препараты. Я работаю без предоплаты. Расчет за автомобиль только при личной встрече. Полиция предупреждает о возросшей активности дистанционных мошенничеств. Будьте бдительны, не принимайте поспешных решений. Любую информацию можно проверить. Подготовку к празднованию Дня Матери начали в Ангарске. В частности, необычную программу готовят в благотворительном фонде «Родители Сибири». Напомним, уже четвертый год эта общественная организация реализует различные проекты на средства президентского гранта. Наш папа – самый добрый папа на свете, самый лучший папа на свете. Даже самый-самый лучший муж, любимый человек. Мой папа самый медкий. Мой папа самый сильный. Мой папа самый ловкий. Это видео записали родители, которые приняли участие в двух проектах, посвященных Дню Отца, который отмечали не так давно. В частности, авторы организовали четыре конкурса. Там нужно было, например, нарисовать веселые комиксы «С папой не соскучишься». Нужно было записать семейную кричалку в поддержку того, что мой папа самый лучший. Можно было прислать фотографии на фотоконкурс «Папа в моей жизни» и записать видеоинтервью о папе с любовью. Конкурс имел большой успех. Участвовали в нем не только жители города Ангарска, но и жители всей Иркутской области. В общественную организацию родителей Сибири входят психологи, педагоги, юристы и просто неравнодушные люди, которые оказывают помощь молодым ячейкам общества, поддержку материнства, отцовства и детства. Федеральный проект под названием «Большая перемена» стартовал почти год назад. Он направлен на профилактику семейного неблагополучия. В Прибайкале идею поддержал фонд президентских грантов. В одном из конкурсов нынешние папы могли рассказать о своих отцах, причем в любой форме. «Большая перемена» Целью вот этого всего было показать, опять же, важность отца в формировании ценности ребенка, в развитии его как личности. Потому что многие, ну практически все отцы у нас рассказали о том, как было важно то, что дал отец, и сегодня они могут это передавать дальше. Либо же заострили внимание на том, что, например, как им сегодня кажется, отец там не додал, но они, трансформируя вот этот свой опыт, пытаются дать это детям. Родители Сибири планируют продолжать мероприятия по всей Иркутской области. Ежегодно помощь от общественников получают тысячи взрослых и детей. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Хорошая новость от наших соседей. В поселке Аршан завершается строительство новой школы. Учебное заведение, рассчитанное на 450 мест, планируют завершить уже к концу текущего года. На него Тункинский район получил почти 475 миллионов. Строительные материалы поставляют в том числе компании при Байкале. Трехэтажная школа будет разделена на шесть частей, у каждого из которых свое предназначение. Например, в блоке А будут учиться начальные классы. На первом этаже блока Б появится столовая, а на втором учебные кабинеты и актовый зал. Также построят библиотеку и административные помещения, спортзал, медицинские кабинеты. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Столица меха. Есть проблемы с авто? Тогда в ДВ Моторс. Диагностика ремонт подвески, рулевых реек, двигателей, КПП и топливной системы. В ДВ Моторс замена ремней, цепей, масел и спецжидкостей. Автоэлектрик и сварочные работы. ДВ Моторс. Сервис твоего авто. Оформите кредитную карту 0% годовых на 90 дней. Совершайте покупки осенью. Оплатитесь зимой. Кэшбэк до 15%. Банк Восточный. Военный комиссариат города проводит набор юношей и девушек, учащихся 11 классов, для поступления в высшие и средние военные учебные заведения Министерства обороны. Обращаться. Город Ангарск, 17-й Амикрорайон, дом 22. Призывной пункт, кабинет номер 2. Телефоны для справок. 515-676, 556-929, с 8 до 17 часов. Уважаемые абоненты РТА Телеком. Уведомляем вас, что с 1 января 2021 года стоимость тарифа на телевидение льготный изменится и составит 120 рублей в месяц. С уважением, РТА Телеком. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники». А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Не только для ангарчан, но и жителей других городов. При Байкале. Вечер на термометре можно будет наблюдать минус 1 и снег. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – школа «Сарабан». Школа «Сарабан» ждет новых учеников. Мы знаем, как запустить мозг ребенка, чтобы ребенок хорошо запоминал, быстро мыслил, умел сконцентрироваться на главном и стремился к новым знаниям. Школа «Сарабан» работает по адресам. 88-й квартал, дом 26. И 14-й микрорайон, дом 1, здание ДСААФ, офис 115. Школа устного счета «Сарабан». Развитие мозга ребенка, активизация памяти и внимания. Стать гением просто. Приглашаем на бесплатные промо-уроки. Телефон 8950 072 45 42. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг переменная облачность, в обед 6 градусов тепла. Ночью до минус 2 и возможны осадки. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения в любую погоду.